В эфире программа День города. В студии Алена Куколь. Вам здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Лесу да, свалкам нет. Активисты ОНФ высадили на месте несанкционированной помойки деревья. Две тонны поддельного алкоголя изъяли полицейские. И в Рязани завершили установку навигации нового экскурсионного маршрута. Лесу да, свалкам нет. С таким девизом активисты Общероссийского народного фронта сегодня высадили деревья на месте свалки в селе Агропустынь. 2017 год объявлен годом экологии. Активисты продолжают борьбу со свалками и полигонами для сохранения отходов. Незаконные мусорные полигоны – не редкость для Рязани. Борьба с ними ведется по всем фронтам. Выходят на субботники, просят помощи у администрации. Но мусор все равно продолжает появляться там, где неделю назад было чисто. Только стоит образоваться небольшой маленькой кучки с мусором, несколько пакетов. На следующий день, через неделю, там будет уже гора мусора. Потому что люди считают, что здесь уже организован свалка и так далее. Почему мне не выбросить, если все выбрасывают? Около села Агропустынь свалку ликвидировали еще прошлой осенью. Зиму место простояло чистым, а уже весной оно вновь тонет в мусоре. Бытовые отходы, одежда, строительные смеси – всего и не перечислить. Проблема в том, что в этом районе много поселков и садовых товариществ, жители которых не знают, куда утилизировать свои отходы. Ведь даже мусорные контейнеры стоят не на всех улицах. Главы поселений плохо работают. Незаключенные договора на вывоз. Нет в правилах благоустройства пунктов, за которые можно было бы штрафовать, если отсутствует договор на вывоз. Ну и культура, конечно, наших граждан. Еще одной бедой являются низкие штрафы. Вывести контейнер мусора из Солочи и отправить его на переработку стоит порядка 4 тысяч рублей. А выбросить его в лес всего 500. И то, если поймают. Поэтому активисты Общероссийского народного фронта придумали свой метод борьбы с нарушителями. Когда убираешь свалку и на этом месте сажаешь, там, не знаю, сирень, розы, в данном случае мы тут сосны поставим, то уже рука не поднимается даже у несознательных граждан. Надеемся, что здесь свалки больше не будет вообще никогда. Теперь на месте горы мусора активисты высадили более тысячи саженцев. Новый кусочек леса пока слабо отличается от травы. Даже сами активисты теряют его из вида. Поэтому перемещаться по посадке приходится медленно и осторожно. Однако уже в следующем сезоне саженцы превратятся в настоящие деревья. Сажать оказалось совсем несложно. И очень приятно. Очень неприятно было перед этим убирать все это дело за людьми, которые это никогда не делают. Гарантией безопасности для маленьких ростков станет табличка, установленная активистами ОНФ, и пристальное внимание солочинских лесников. Они будут ухаживать за деревьями и регулярно поливать, чтобы голый пустырь, который люди спешат завалить мусором, стал прекрасным вековым лесом. Напротив центрального рынка на улице Маяковского 7 мая снесли дом купца Коровкина. В интернете появилось видео и комментарии с возмущениями. По оценке экспертов из Государственного института искусствознания, дом Коровкина является, цитирую, «типичным примером доходного дома период деклектики с магазином в нижнем этаже. Крупный объем, формирующий угол квартала, дополняет историческую застройку центральной части города». По некоторым данным, на этом месте планируют многоэтажную застройку. Рязань заполонил поддельный алкоголь. Проблема фальсификата стоит крайне остро. По оценкам экспертов, каждая третья бутылка водки в России – подделка. Такой алкоголь разливается на тех же заводах, но без акцизов. Еще опаснее суррогат, который продают из-под полы. Его производят на кухне или в гараже. Сотрудники полиции в очередной раз пресекли в Рязани организацию хранения и сбыта такого алкоголя. В ходе операции они изъяли более двух тонн спирта, содержащей продукции, на сумму 700 тысяч рублей. Складское помещение арендовал 34-летний житель Рязанской области. Полицейские установили, что арендатор лично сбывал алкогольную продукцию знакомым и проверенным покупателям по низким ценам. Злоумышленника задержали на месте незаконной торговли во время очередной сделки. С 1 мая вступил в силу приказ МВД, который определяет новые, более жесткие требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамен на право управления транспортными средствами. Теперь экзаменаторы с ГИБДД в обязательном порядке должны иметь ряд профессиональных знаний и навыков, которые позволят им, как считают в министерстве, более качественно оказывать услуги по проведению экзаменов. Новые требования определяют знания и навыки, необходимые для качественного приема экзаменов на право управления транспортным средством. Приказ уже опубликован на официальном сайте МВД. В тексте приказа говорится, что помимо теоретических знаний в области безопасности дорожного движения, экзаменатор должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения. В условиях конфликтных ситуаций уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски. Экзамен на право управления транспортным средством даже мужчин заставляет понервничать, что и говорить о представительницах прекрасного пола. Это в свою очередь дает кандидатам в водители большую уверенность, больший процент сдачи и естественно в конечном итоге влияет на безопасность дорожного движения на улицах нашего города. При разработке требований специалистами госавтоинспекции были учтены результаты изучения международного и отечественного опыта. В любом случае обмениваться опытом всегда надо, потому что даже если есть отрицательный, а тем более если положительный опыт, обязательно надо его использовать в своей деятельности. Это же наша жизнь. Ужесточение требований к сдаче на право управления транспортным средством также было и 1 сентября прошлого года. Теперь в каждом автомобиле установлены 4 видеокамеры, которые фиксируют любое действие экзаменатора и сдающего. К тому же теперь существует и лимит времени, за который нужно сдать автодром. За 10 минут надо выполнить 5 элементов. Изменения коснулись и теоретической части. Каждая ошибка будет стоить 5 дополнительных вопросов. К добру это или к худу мы решили спросить у самих водителей и тех, кому только предстоит ими стать. Правила ужесточаются. Ну, я не знаю, собственно говоря, все стараются ездить как могут. То есть, наверное, стараются не нарушать правила. Но есть те люди, которые пренебрегают какими-то правилами. Ну, я думаю, что никто не исключение. Как бы просто каждый устанавливает свою планку в степени ответственности в этом деле. Все зависит от того, какие новые правила. И некоторые правила новые, там, отлично, некоторые могут быть не очень. Да нет, это не поможет безопасности. Ну, с одной стороны, может, правильно, но я считаю, что это ничего не дает, что ужесточает правила. Главное, выучить правила и соблюдать их. Как вы считаете, это правильно или нет ужесточать их? Ну, я думаю, нет. А почему? Ну, я не знаю, ну, как-то сложнее, наверное, сдавать. Все равно же потом как-то не будет техник тоже соблюдать. Правильно? В госавтоинспекции также отметили, что введение квалификационных требований к экзаменаторам позволит повысить не только профессиональный уровень и качество приема экзаменов, но и уровень общественного доверия к сотрудникам госавтоинспекции и полиции в целом. В Рязани завершили установку навигации экскурсионного маршрута. В городе появились 8 информационных пилонов и 27 указателей. В пеший маршрут входят 6 объектов. Подробнее Галина Ершова. Где жил первый российский Нобелевский лауреат? Как выглядит самая грандиозная постройка 17 века? И кто воплощает в себе главные черты рязанского характера? Эти факты теперь знают не только жители города, но и туристы. Администрация совместно с туристическим сообществом разработала экскурсионный маршрут «Рязань-Историческая». В него вошли 6 главных достопримечательных мест города. Это памятник Евпатию Калаврату, Олегу Рязанскому, Сергею Есенину, а также дом-музей Академику Павлову, музей ВДВ и Рязанский Кремль. 4200 шагов именно столько предстоит пройти тем, кто хочет лучше узнать историю города. При этом путь лучше начать отсюда, с улицы Почтовой. А специальный пилон подскажет, куда двигаться дальше. Еще 6 информационных стендов установлены по маршруту. На них вы можете буквально в течение 5 минут узнать интересные факты и ознакомиться с картой города. При этом время суток, которое вы выберете для прогулки, значения не имеет. Все установленные конструкции осуществлены подсветкой и роллером, что позволит даже в вечернее время туристу сориентироваться на карте города. Для понятного и безопасного передвижения туристов на протяжении всего пути следования по маршруту установлено 27 стрелок-указателей. Глубже погрузиться в историю можно, переступив порог памятников культуры. Ведь многие из них – это целый комплекс зданий. Экскурсоводы с удовольствием приоткроют вам завесу тайны самых известных мест Рязани. Например, расскажут, что Успенский собор – один из самых высоких храмов. Он считается ярчайшим памятником архитектуры 17 века. Снаружи пятиглавый собор выполнен в стиле нарышкинского барокко, а внутри скрывается самый большой иконостас России. Проект «Рязань историческая» поможет вам проверить, насколько хорошо вы знаете родной город. Рязань – город не для велосипедистов. Если худо-бедно, две велодорожки в городе существуют, то для тех ребят, которые выполняют велосипедные трюки, места тренировок почти и нет. Как молодые люди выходят из ситуации, знает Валерий Седов. Свист ветра и хруст веток под ногами. Большой разгон и прыжок с выполнением трюка. Адреналин кипит в крови, а усталость в мышцах только раззадоривает. В Рязани почти нет мест, где можно вдоволь потрюкачить на велосипедах. Но, как говорится, организм требует. И 14 лет назад энтузиасты пришли в Центральный парк культуры и отдыха с намерением превратить этот участок в трассу, пригодную для трюковых велосипедов. Желающих покататься хватает. Тем более других подобных мест в городе просто нет. Об этой площадке узнал еще лет 7 назад. Ну, так как в парке катался, ну, заехал с друзьями сюда. Сначала все казалось страшно, ничего не прыгал, ну, потому что еще маленький был. Ну, а потом, когда купил велосипед, уже начал пытаться. Не стал получаться и понравилось. Как только купил велосипед такой, сразу поехал проверить, слышал про это, приехал и здесь действительно оказался пот такой. Любой вид спорта интересен, а этот, в этом есть динамика, скорость. К тому же на велосипеде можно увидеть много красивых мест. Всю площадку можно разделить на два участка. Для тренировки элементов города и мест, где можно выполнить трюки на скорости. Например, вот основная линия разгона перед серией из трех трамплинов. С этого трамплина начинались прыжки всех присутствующих здесь райдеров, потому что он легкий в исполнении, его недалеко прыгать. Также потом можно отрабатывать повороты. Каждый из элементов на этой площадке продуман и построен любителями этого вида спорта. Здесь нет ни одного ненужного трамплина, ни лишней кочки. Все создано для того, чтобы получить максимальное удовольствие от езды. Некоторые элементы созданы для профессиональных райдеров. Так что некоторые могут перепрыгнуть с одной кочки на другую, тем самым усложнив свою задачу. Но в основном мы прыгаем как-то так. После кочек идет главный поворот. Интересный факт. Наклон велосипеда зависит от профессиональности райдера. Идеальный вариант – это пройти поворот, касаясь рулем земли. Ведь чем ниже наклон, тем лучше сцепление. Этот так называемый контруклон был построен совсем недавно. В прошлом году мы построили, достроили продолжение этого поворота и начали строить второй поворот. После этого поворота должна идти серия других трамплинов, но, к сожалению, кончился велосезон. Мы продолжим в этом году. На этой площадке нет ограничений ни по возрасту, ни по профессионализму. Любой желающий может прийти сюда и покататься вдоволь. К тому же это прекрасное место, чтобы и хобби любимым заняться, и найти новых друзей. Сейчас мы ненадолго прервемся на рекламу. Не переключайтесь и смотрите во второй части этого выпуска. В Рязани впервые пройдет полумарафон. 90 пилотов приняли участие в автокроссе в честь Дня Победы. И правильное питание – залог здоровья. К другим темам. В Рязани пройдет первый в истории города полумарафон. Все любители бега смогут принять участие в забеге. Об организации и месте проведения расскажет Марина Комиссарова. В последнее время количество людей, предпочитающих бег, растет. Можно сказать, что сейчас город переживает беговой бум. Вечерняя пробежка привлекает в парки женщин, мужчин, девочек и мальчиков. У многих увлечение перерастает в нечто большее. Рязанцы часто участвуют в марафонах и полумарафонах Москвы, Питера, Казани, Владимира и Ярославля. А марафоны, как таковые, тоже становятся все более популярными в нашей стране. Наша коллега, журналист Светлана Максимова попала в этот беговой водоворот около трех лет назад. Я увлеклась бегом вот так, чтобы ежедневно тренироваться в 2014 году. И с тех пор я пробежала пять марафонов. И сейчас готовлюсь к шестому. Казани 21 числа. Сейчас Светлана тренируется каждый день. И пробежать 20 километров – это для нее норма. Мы, в общем-то, все любители, мы не профессиональные спортсмены, поэтому нам приходится совмещать подготовку к подобным состязаниям с обычной будничной нашей жизнью, работой, семьями. Мы все, в общем-то, взрослые люди, как правило. Ну, выкраиваешься это утром, либо до работы. Я иногда делаю тренировки в обед, если мне позволяет рабочий график. Таких, как она, в нашем городе немало. Спортсмены-любители даже объединились в клуб любителей бега. Большинство участников стараются не пропускать крупнейших известных марафонов страны. И каждый хотел бы, чтобы подобные соревнования проходили и в нашем городе. Мы всегда сожалели, что в нашем городе нет такого забега, потому что у нас красивый город, нам есть что показать. У нас тоже много любителей спорта и здорового оборудования жизни. В программе соревнований, заявленной дистанцией 10 километров и 21 километр, маршрут проляжет через центральные улицы города. Возможно, в будущем полумарафон вырастет до марафона. В старте примут участие чиновники и военные. К примеру, побежит начальник десантного училища Анатолий Концевой. Приедет участвовать бегун, недавно вернувшийся с супермарафона на 250 километров, прошедшего в Африке через пустыню Сахара. Возможность приобщиться к большому празднику дадут и детям, и людям с ограниченными возможностями здоровья. 15 медалей на двоих. Сестры-двойняшки из Рязани в начале мая участвовали в международных соревнованиях по карате и завоевали все возможные награды. Скоро у них очередной чемпионат, и в перерыве между сборами наша съемочная группа успела застать девочек в городе. Девочки-старцевые в свои 14 лет заканчивают 9 класс общей образовательной школы. 4 экзамена ОГЭ – стресс для всех учеников и родителей, но не для этих девчонок. Географию они сдавали досрочно, потому что должны были отправиться в Болгарию на чемпионат мира. Спешили на поезд настолько, что написали тест очень быстро, и все равно получили высшие отметки. В Болгарию девчонки спешили не зря. Это был чемпионат мира. Сначала в Болгарию мы ездили, а потом в Италию. В Болгарии было като и кумите. Кумите было два вида – шобу и ВКФ кумите, а как обычно. Соревнования проходили в морской столице Болгарии, в городе Варна. Учитывая количество категорий, устроители очень грамотно раскидали их, так чтобы до 21 часа соревновательный день завершился без задержек. На чемпионате были представлены 22 страны. Правда, многие по одному участнику, а вот Румыния отличилась хорошей сплоченной организованной командой и стала безусловным лидером по количеству медалей в копилке. Наша страна представила 12 спортсменов, и 16 медалей мы смогли отвоевать. Большинство из них – заслуга двойняшек из Рязани. Соревнования проходили на пяти татами, очень оперативно и без лишних раздражающих пауз, как говорится, в дружеской обстановке. Идеальный распорядок, четкая и логичная смена категорий, предсказуемость и, соответственно, отсутствие напряженного ожидания следующей категории. Нужно тренироваться очень упорно, каждый день. По вечерам мы бегаем, и после тренировки мы еще раз занимаемся. Просыпаться нужно в хорошем настроении. А на чемпионате мира в Италии девочки и вовсе показали себя героически. Когда девчонки приехали в Италию, то есть у нас разделялись соревнования на два дня. То есть первый день мы выступали катой, командной катой, а второй день был день кумите. И вот когда выступали в кумите, то в личке произошел такой неприятный момент, что Виктория постынула спину. Тренера использовали свои способы. Кто-то потянул, кто-то развернул, кто-то подложил, кто-то дал полежать. Она преодолела свои вот эти болевые ощущения. То есть сначала еле вышла на поклон на татами просто на момент настроения, а потом зашла и выиграла. То есть с четким счетом 5-1, 5-3. То есть чем вызвало просто восхищение ребят, которые потом из нашей команды и из команды соперников подходили просто и выражали респект. Мама двойняшек Вероника не скрывает гордости. Еще бы, отличницы учебы, занимаются в музыкальной школе, достижения в спорте высоки. Но это не только заслуга талантливых девчонок. Вклад мамы в такие результаты незрим, но велик. Мы не занимались, мы от всего получали удовольствие. То есть можно учить ребенка, можно с ним играть. Играть в музыку, играть в спорт. Когда он потом видит уже о том, что где-то он начинает выигрывать, где-то он явно лучше других, то есть это само собой уже подогревает его интерес. Мне, конечно, очень хотелось найти изначально то, что им подходит. То есть то, что им нравится. И не пропустить тот момент, который в них вот откуда-то свыше заложен, чтобы его тоже успеть развить. Кроме того, присутствует соревновательный момент. Так сказать, здоровая конкуренция. Получается, у одной не хочет отставать и другая. К счастью, между собой бороться на татами девочкам не приходится. Нам было три с половиной года. Нас никуда не брали. Сначала нас мама отдала на гимнастику. Дальше она поняла, что это не наше. Мы пошли в каратэ. Сначала меня брать не хотели. Взяли в комплекте с Викой. А потом оказалось то, что я даже начала ее выигрывать. Впереди у них сборы и чемпионат мира в Сербии. До этого они сдадут оставшиеся школьные экзамены. А также много побед и завоеваний в их жизни, которые только начинаются. Наша телекомпания желает девчонкам успехов и будет с удовольствием следить за их спортивной карьерой и дальше. В честь Дня Победы в Рязани прошел традиционный автокросс. В нем приняли участие почти 90 пилотов из семи регионов страны. В скорости и мастерстве вождения соревновались водители крошечных багов и огромные зилы. Чем рязанцам запомнились гонки в материале Мгалин Ершовой. Рев моторов, высокие скорости и пыль дороги. Извилистая грунтовая трасса в селе Семеновское вновь приковала к себе внимание рязанцев. В эти выходные здесь 52-й раз стартовал автокросс в честь Дня Победы. Пилоты соревновались в семи дисциплинах. Самыми востребованными стали классические автомобили. В этой категории заявилось больше 20 пилотов. Всего же в кроссе приняли участие около 90 спортсменов, а болели за них почти 3000 зрителей. Отличная гонка, отличная погода. Интересно, особенно нравится гонка с грузовиками, потому что очень впечатляющее зрелище, конечно. Мне больше с ВАЗами понравилась гонка. Они там все переворачивались, так летали быстро. Очень ждем, скажем так, эффектные гонки. Коварная трасса действительно преподнесла множество сюрпризов. Гонщикам не просто нужно было преодолеть 1200 метров резких поворотов, справиться с перепадом высот в 15 метров, но и обогнать соперников, которые не привыкли уступать. В категории Т4-1 это удалось сделать молодому рязанцу. Андрей Соколов тренируется уже 7 лет и за это время успел завоевать звание кандидата в мастера спорта. Ну я даже не ожидал. Я первый раз выехал на этой машине, до этого выступал на ГАЗ-51. Вот год собирал машину, думал, ну, край в тройку войти. Ну, получилось вот так, как получилось. Крыли, конечно, сначала. Закрывали, не давали проехать. Ну, потихонечку, потихонечку. Свою машину Андрей Соколов купил всего за 10 тысяч и превратил разбитую коломагу в настоящий гоночный автомобиль. Таких умельцев в Рязани немало. Регулярно тренируются более 50 спортсменов. Секрет в доступности. Гоночный автомобиль отличается от обычного облегченным каркасом, усиленной рамой и легкой модификацией мотора. Но это только на первый взгляд. Можно взять уцененные эти автомобили, которые по ротации идут. То есть старые сдаешь, новые покупаешь. Ну, за 3 тысячи на свалке покупают, делают, каркас ставят, и можно ехать. Ну, конечно, это поначалу. А затем, чтобы быстро ехать, надо в него очень много вложить денег. Огромную скорость и мастерство вождения показали водители из Ульяновска. Это одна из самых многочисленных команд турнира. Спортсмены приехали специально для участия в третьем этапе Чемпионата России по гонкам на УАЗах, который прошел в рамках автокросса. Для Виталия Параненко все впервые. Опытный спортсмен раньше выступал в совершенно другой дисциплине – ралли-рейде. Гонка на длинную дистанцию. И нужно, во-первых, и свои силы разложить, и машину знать, чтобы она доехала именно до финиша, там, спустя 300-400 километров. А здесь все решается, грубо говоря, в эти 10 минут. И здесь либо да, либо нет. Всего в Чемпионате России 8 этапов, 2 из которых проходят в Рязани. Поэтому спортсмены вновь вернутся на уже знакомую трассу в селе Семеновское этой осенью. А рязанцев ждет не менее яркая и запоминающаяся гонка. Весна – это пора, когда скоро пляжный сезон, и многие девушки усиленно начинают заниматься спортом. Врачи говорят, занятия фитнесом – это только 20% залога красивой фигуры. Все остальное – это питание. От того, что мы едим, зависит и наше здоровье. Именно поэтому Наталья Новикова решила еще раз напомнить об основных правилах здорового питания. Во-первых, пирожные. Во-вторых, конфеты. Сегодня тот исключительный день, когда каждый житель США может устроить истинный праздник своему желудку. Национальный день, когда можно есть то, что хочется. Или другими словами, ешьте, что хотите. Этот неформальный праздник отмечается ежегодно 11 мая. Впрочем, есть люди, у которых такой праздник каждый день. Ты всегда ешь то, что хочешь? Я всегда ем то, что хочу, сколько хочу. Ем всегда. То есть ты не ограничиваешь себя вообще ни в чем? Ни в чем, Наташа. Я только что съела сосиски. Действительно, есть и не толстеть и радовать себя всевозможными вкусностями. Не только по праздникам мечта многих людям, которые отличаются такой способностью, как минимум завидуют. А диетологи объясняют такие феноменальные способности быстрым обменом веществ. Люди делятся на два типа, у которых запасный такой генотип. То есть они стараются всю еду по возможности отложить в запас. А запас у нас всегда в виде жира. И те люди, у которых все сгорает. Все, что не съели, все сгорело. И ничего в запас не отложилось. Вот как раз люди второго типа, они, как правило, всю жизнь такие худенькие, поджарые, легкие. Впрочем, по словам диетолога, такие бонусы у организма могут быть отнюдь не навсегда. С возрастом обмен веществ может замедлиться, а лишние килограммы прилипнуть. Поэтому залог стройности, а заодно и здоровье, все же правильное питание. Есть часто в идеале вообще кушать даже по часам регулярно и следить за качеством тех продуктов, которые вы кушаете. А вот сидеть на диетах и полностью себя ограничивать – не лучший вариант. А если вы все-таки решили обзавестись идеальным телом и при этом не подорвать свое здоровье, что важно, лучшее, что вы можете сделать – это навсегда отказаться от вредных продуктов, забыть про сосиски, колбасу, фастфуд и кремовые пирожные. А вот в том, чтобы иногда устраивать себе праздник живота, диетологи не видят ничего плохого. Если вам иногда хочется сорваться на какие-то вредные продукты, пожалуйста, выделите для этого какой-то один день, один прием пищи в этот день, когда вы можете позволить себе запретный какой-то продукт. Медленно и спокойно, не торопясь, съедите его. Тут самое главное, ключевое слово – это, наверное, медленно. Не набрасывайся, чтобы понять вообще и четко проанализировать, что же вас так тянет к этому продукту, что именно. Может быть, на какой-нибудь второй минуте вы поймете, что ничего особенного в этом продукте нет и потеряете к нему всякий интерес. Ну и может быть, именно сегодня тот самый день, когда можно нарушить все законы, принятые для поддержания или приобретения тонкой талии и насладиться едой, которую вы действительно обожаете. На этом у меня все. Новости вы можете также смотреть на нашем сайте. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам хорошего продолжения дня. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова